Все дело в том, что люди искусства не должны позволять делать из себя инструмент в чьей-то игре большой и борьбе. Мне кажется, что это главное, чего быть не должно. Притом, чаще всего это же происходит неосознанно, не то чтобы те же пуссера, например, осознавали четко, что они часть чьего-то плана. Ну, конечно, нет, они же делали это абсолютно искренне. Притом, ситуация вокруг них была выстроена так, что они пришли к той точке на карте и во времени, где сделали то, чего сделали, не считая себя чьим-либо инструментом. Мне кажется, что искусство должно, конечно, сторониться манипуляторов и стремиться всеми силами сохранить какие-то истинные ценности. Причем, это вот опять понятие, которое надо расшифровывать в долгой многочасовой беседе, но все-таки, еще раз, чисто искусство, настолько, насколько оно возможно, отделенное от чьих-то политических целей и амбиций, оно, на мой взгляд, всегда было, есть и будет. Оно имеет право не только на существование в моменте, но и в завтрашнем дне. Искусство политизированное, за которое простым языком кто-то платит, а всегда кто-то платит. Надо только понимать цели заказчика. Искусство политизированное, оно имеет все шансы исчезнуть через очень короткое время, потому что это конъюнктурка. Это вот сейчас да, вот так, а завтра уже совсем по-другому. Поэтому, если смотреть на эту ситуацию с позиции художника, то, наверное, если цель его оставить после себя что-то значимое, создать, то, наверное, надо бежать бегом от политики, стараться действовать чуть-чуть на другой просто поляне. Если задача найти, где деньги зарыты, то, наверное, да, в той самой стране дураков, где деньги раздают за творчество, эти наивные люди, какие-то наивные люди могут полагать, что за это ничего не спросят. Ну, то есть, вот как-то так. Все-таки искусство, было бы здорово, чтобы оно стояло в сторонке от политики. Мне очень больно иногда смотреть на каких-то людей, на какие-то конкретные большие серьезные работы, в которые вложена душа. И со стороны глядя, понятно, что это, к сожалению, опять результат чьей-то манипуляции. Вот творец, который действительно в эту историю занырнул, искренне, откровенно пытался сделать все в соответствии со своими внутренними убеждениями, взглядом, максимально круто. Вот он действительно нашел в себе силы сделать какое-то высказывание. Иногда бывает так, что со стороны понятно, что высказывание кем-то спровоцировано, вовремя подогрето, вовремя потом представлено в правильном ключе. Иногда бывает так, что человек создал какой-то художественный объект, какое-то произведение, потом этому произведению придается совершенно другое значение. В общем, по-всякому бывает, но не быть предметом манипуляции, мне кажется, это чуть ли не главная цель любого художника. Создать что-то ценное и не быть предметом манипуляции при этом. Вот такая парадигма творчества мне лично близка и, мне кажется, наиболее корректной. Спасибо. Спасибо.